Здравствуйте! Ко мне нередко обращаются дачники с вопросом, чем можно подкормить ту или иную культуру, которая почему-то задерживается в росте, либо дает очень слабый урожай. Вроде бы используются самые разные удобрения. По весне вносится минеральное, затем подкормка перегноем, свежим коровяком, настоем травы и так далее, а результата нет. Вот чаще всего причиной слабого развития растений является не отсутствие какого-то питательного элемента в почве, а неправильная кислотность этой самой почвы. О том, что такое кислотность почвы, как ее определить и как откорректировать в случае, если она не очень благоприятна для растений, мы и поговорим в сегодняшнем выпуске. Уровнем кислотности или щелочности почвы является так называемый водородный показатель, или PH. Его величина измеряется от 1 до 14. Нейтральные почвы, самые благоприятные для выращивания большинства овощных и плодовых культур, приближаются к 7. От 6,5 до 7,5. Если показатель этот меньше 7, значит почва кислая. Если он больше 7, почва щелочная. Но говорить на наших участках о щелочности почв чаще всего не приходится. И когда говорят о щелочных почвах, то имеют в виду чаще всего солончаки, засоленность. На наших участках такое практически не встречается. Поэтому сегодня мы будем говорить об избыточной кислотности почв. Существуют растения, для которых кислая почва просто необходима. К ним относятся клюква, голубика и черника. Из декоративных – азалия, ордодендроны, все хвойные. Однако абсолютное большинство овощных и плодово-ягодных культур хорошо растет и развивается только в условиях нейтральной, слабокислой или слабо-щелочной почвы, имеющей pH в пределах от 6,5 до 7,5. В кислой среде очень многие овощные и садово-ягодные культуры не могут расти и развиваться, так как в результате реакции образуются соединения, недоступные для поглощения корнями растений. Получается, что питательные вещества присутствуют в почве, но корни растений их не видят, начинают голодать, а значит перестают расти и развиваться. Если картофель мирится с небольшой закисленностью почв, то капуста ее совершенно не переносит. На закисленных почвах кочаны образуются маленькие и рыхлые, а цветная и брокколи вовсе не образуют головок. Причинами закисления почвы является избыточное внесение навоза и минеральных удобрений. Например, если дачник переборщит с использованием мочевины, не усвоенная растениями в результате биохимических процессов, происходящих в почве, она превращается в азотную кислоту, значительно понижающую значение pH. Постепенное закисление почв происходит и в результате избыточного полива, и при недостаточном рыхлении. Все это указывает на то, что дачнику необходимо контролировать кислотность почв и своевременно корректировать ее в нужную сторону. Точнее всего, провести анализ на определение pH почвы на вашем участке помогут, конечно, в агрохимической лаборатории. Но для населения подобная услуга не оказывается, поэтому вам придется выходить собственными силами. Для того, чтобы определить водородный показатель или pH почвы, сегодня в специализированных магазинах продаются специальные тестеры, которые работают от батареек и показывают вам значение pH, но буквально в считанные секунды. Они самых разных конструкций и самой разной стоимости, но если у вас нет такого тестера, вы можете обойтись и подручными средствами. Кстати говоря, большая точность для определения pH почвы садоводу вовсе не нужна. Достаточно знать приблизительно, в какую сторону от нормы сместился ваш водородный показатель, либо в сторону кислотности, либо в сторону щелочности. Кислотность почвы можно измерить с помощью универсального химического индикатора, которым часто пользуются аквариумисты, определяя pH с помощью цветной шкалы. Но если такого индикатора вы не найдете, можно воспользоваться обычной питьевой содой. В небольшой емкости готовят кашицу из грунта и воды, сверху присаливают обильно пищевой содой. Появилось шипение, грунт закислен, причем сильно. Кислотность можно определять и по цвету ботвы у свеклы. Если ботва красноватого цвета, значит почва кислая. Если лист зеленый, значит кислотность в норме. А если у свеклы красный только черешок, значит закисленности и вовсе нет. В качестве химического индикатора можно использовать и такие доступные средства, как, например, черносмородиновый компот или отвар красной свеклы. Если взять небольшое количество почвы с вашей грядки, размешать с водой, дать отстояться, а потом к этому отстоянному раствору добавить немного окрашенной жидкости компота или отвара свеклы, то по изменившейся окраске можно сделать вывод, какова кислотность вашей почвы. При избыточной кислотности окраска становится более яркой. А вот если PH раствора больше 7, то есть приближается к щелочному, раствор становится таким грязно-зеленым. Для того, чтобы определить приблизительно, насколько закислена ваша почва, можно даже и этими растворами не пользоваться. Достаточно взглянуть на ассортимент сорняков, которые растут на вашем участке. На кислых почвах хорошо растут щавель конский, подорожник, мята, осока, лютик ползучий. Речь не идет о единичных экземплярах, которые могли попасть на участок случайно. А вот если вы заметили засилье этих сорняков, есть повод задуматься. Зато если на участке с удовольствием растет крапива, клевер, лебеда или пырей, вам повезло в каком-то смысле. Потому что это свидетельство оптимальной для земледелия нейтральной реакции PH. Еще одним естественным индикатором закисленности почв является звездчатка средняя, или, как ее чаще называют, мокрица. Вот такая небольшая трава, хрустальная травка, называют за то, что ее очень трудно выпалывать. Она обламывается, а малейший кусочек, оставшийся на почве, на сырой, тут же прирастает и дает начало новому растению. Вот если на ваших грядках в изобилии растет мокрица, значит, ваша почва все-таки ближе к кислой, чем к нейтральной. Кстати говоря, мокрица служит прекрасным индикатором не только закисленности почв. Она и прекрасный предсказатель погоды. И гораздо более точный, чем некоторые наши метеослужбы. Если вы заметили, что утром маленькие, беленькие, звездчатые цветочки мокрицы не раскрылись, значит, обязательно в течение дня пройдет дождь. Можете проверить. Ну и еще, поскольку речь зашла вот об этой травке, это злостный сорняк, бороться с которым очень трудно. И если на ваших грядках, повторяю, слишком много этого сорняка, значит, почву необходимо раскислять. Но мокрица еще и растение, которое может принести немалую пользу, потому что оно относится к лекарственным растениям, пусть даже и не признанным официальной медициной. Лечебные свойства мокрицы известны не только на Руси, но и во многих странах Европы. Особенно популярна трава в Германии. Здесь ей лечат кашель при пневмонии, бронхите и туберкулезе, при воспалении почек, а также незаживающие раны. В Китае, к примеру, это обезболивающее лекарство, снимающее спазмы при болезнях желудочно-кишечного тракта. А в Мексике – народное средство при злокачественных опухолях. Мокрица раньше широко применялась и в кулинарии. Это была первая зелень, которой поддерживали ослабленный организм после длительной зимы. Из нее делали салаты, добавляли в супы, готовили витаминизированные напитки. Кроме того, траву давали домашней живности в качестве витаминизированной подкормки. Мокрица обладает следующими целебными свойствами – противовоспалительными, обезболивающим, иммуностимулирующим, рано заживляющим и регенерирующим. Компрессы и ванны из мокрицы облегчают суставные боли при артрите, артрозе и остеохондрозе. Соком и чаем из сорняка пользуются, чтобы лечить щитовидку. Они смягчают симптомы узлового и токсического зоба щитовидной железы. Примочки с крепким настоем травы помогают от кожных недугов, от сыпи, угрей и фурунклов. Теплые ванные с отваром мокрицы снимают отеки конечностей, утоляют боли от ревматизма, растяжения связок и радикулита. Вот очень простой и эффективный рецепт, которым часто пользуются дачники. Чтобы снять с ног боль и усталость, нужно сорвать свежую траву мокрицы и положить ее вместо стелек в обувь. Следует знать, что мокрица обладает свойством понижать давление, поэтому ее нужно с осторожностью применять людям с гипотонией. В редких случаях может быть аллергическая реакция, которая проявляется в виде зуда или сыпи. Поэтому рекомендуется начинать принимать настои и применять траву с небольших количеств. В любом случае, если вы решили лечиться с помощью мокрицы, консультация врача лишней не будет. Если вы заметили на своем участке признаки закисленности почв, то это уже сигнал о том, что осенью необходимо проводить раскисление. Это агрохимический термин, который означает нейтрализацию повышенной кислотности почв до приближенной к нейтральной реакции. Сегодня в продаже существует масса самых разных раскислителей почв, но самыми простыми, самыми доступными являются негашеная известь, доломитовая мука и обычная печная зола. Наиболее распространенный способ раскисления почв – известкование гашеной известью, пушонкой. Известь – жесткий раскислитель, и при большой норме, внесенной в почву, может обжечь молодые корни растений. Поэтому известкование известью проводят под перекопку осенью. Раскисление почв известью нельзя совмещать с внесением удобрений. Их разводят во времени. Если раскисление осенью, то внесение удобрений – весной. В противном случае суперфосфат, мочевина, сульфат аммония, аммиачная селитра и другие удобрения переходят в соединения, недоступные для питания растений. Известь рекомендуется для внесения на тяжелых глинистых почвах. На песчаных и супесчаных легких почвах более эффективны доломитовая мука и мел. Это более мягкие и безопасные для растений раскислители. Их можно использовать для раскисления в весенний период. Доломитовая мука обогащает почву магнием, калием, кальцием, некоторыми микроэлементами. Самым доступным раскислителем является зола. Ее можно использовать в течение всего вегетационного периода и для снижения закисленности почв, и для борьбы с вредителями, и для подкормки во второй половине лета, поскольку она содержит калий, фосфор и набор микроэлементов и не содержит азота. Для всех этих целей можно применять просеянную золу, а можно и зольный настой. Для раскисления почв вовсе не обязательно обрабатывать раскислителями всю территорию вашего садового участка. Достаточно спланировать его, потому что разные культуры по-разному требовательны к показателю PH. И проводить раскисление именно на тех участках, где вы собираетесь рассевать в следующем году культуры, которые очень плохо реагируют на повышенную кислотность. Напомню, что в первую очередь это капуста, все ее виды, это морковь и ряд других культур. Еще один надежный способ раскисления почв это постоянное высевание сидератов. О том, что это такое, мы сообщаем дачникам, которые еще не знакомы с сидеральными культурами и их назначением. Сидерация – это процесс посева, выращивания и сохранения в грунте сидератов. Растений, которые временно выращиваются на открытых, незанятых участках почвы в качестве зеленого удобрения. Эта технология известна земледельцам с глубокой древности. По результатам своего воздействия на почву, сидеральные культуры могут конкурировать с навозом, поэтому они просто незаменимы для тех земледельцев, которые по тем или иным причинам не могут применять на своем участке отходы животноводства. Агрономы подсчитали, что три года выращивания бобовых культур в качестве сидератов заменяют машину-перегнуя. Сидеральные культуры улучшают структуру почвы, предотвращают вымывание и выветривание из нее полезных веществ, подавляют рост сорняков и обогащают почву азотом. Одно из важных правил органического земледелия – почва не должна оставаться неиспользованной и открытой. Длительно, в течение недели и дольше открытые участки почвы подвержены значительному ухудшению структуры и обеднению состава. Бесцельно оставленный открытым, грунт в саду со временем твердеет, слепается, покрывается плотной коркой, через которую влага с трудом проникает вглубь. Органический состав почвы ухудшается. Полезные вещества вымываются и выветриваются. При полном отсутствии контроля и конкуренции начинается массовое засилие сорняков, которые тоже используют полезные вещества из почвы, не давая ей ничего взамен. Впоследствии у садовода прибавляется работа, поскольку теперь потребуется несколько прополок, перекопка, внесение удобрений, чтобы сделать участок вновь пригодным для использования. Очевидно, что лучше было бы изначально позаботиться о том, чтобы почва не оставалась открытой. И вот здесь на помощь приходят седораты. Самым эффективным зеленым удобрением считаются растения из семейства бобовых – горох, люцерна, вика, донник, эспарцет. Особые бактерии, обитающие в их корневых наростах, обладают способностью к накоплению азота, которые они получают прямо из воздуха и откладывают в почве. А вот озимая рожь обладает интересной особенностью задерживать прорастание других семян и таким образом приостанавливает прорастание новых сорняков. Установлено, что если на одном месте два года подряд выращивать рожь, то на этом участке полностью исчезает такой злостный сорняк, как пырей. Не только рожь, но и другие культуры, которые выращивают как седораты, подавляют рост сорняков за счет того, что быстро развивают густую, смыкающуюся листву. Седораты имеют особенность усиливать действия других удобрений и ускорять микробиологические процессы в почве. Корневая система их способствует улучшению структуры и водопроницаемости почвы. Проникая глубоко внутрь, она разрыхляет и обогащает воздухом тяжелые глинистые почвы и поддерживает от распадения легкие песчаные. Кроме этого, фитонциды, выделяемые некоторыми седоральными культурами, оздоравливают почву. Отмечено, что там, где росла, к примеру, горчица, содержание болезнетворных грибков в почве снижается в 20 раз. Надеюсь, наши советы помогут вам определить хотя бы приблизительно кислотность ваших почв и порядок мер, которые необходимо сделать для того, чтобы привести pH ваших почв в норму. Ну, а сейчас я предлагаю отправиться в гостиный двор «Золотой фазан». Там в этом году состоялось достаточно примечательное для сотрудников событие. У семейства фазанов, которые обитают в гостиной дворе, появилось потомство. Этим крохом, почти неотличимым от обычных цыплят, чуть больше двух недель. Но в отличие от своих одомашненных родичей, эти птенцы уже умеют летать. Появление птенцов «Золотого фазана» для сотрудников гостиного двора стало приятной неожиданностью. Лет, это 10 тому назад, к нам с предложением выкупить «Золотого фазана» появился очень давний знакомый. Сказал, что у него есть фазаны, два мальчика. И предложил, раз у вас называется гостиный двор «Золотого фазана», не хотите ли. Ну, ясно дело, мы захотели. И вот нам с клеткой вместе приспособили два фазана. Красавца, пестренький, красивенький, все. Сначала у них все мирно, дружно было, а потом как-то чего-то, видать, первенство начали как-то друг перед другом выказывать. И в результате одного фазана мы потеряли. Что-то один другого стал обижать потихоньку, значит, на это самое, и погиб. И нам посоветовали, да, что возьмите девочек, девочек, да. Ну, мы, как говорится, пожадничали, купили одну курочку. Значит, вот он с этой курочкой что-то тоже не сильно долго продружился. И тоже она у нас почила в бузе. Золотой фазан – одна из самых красивых декоративных птиц. Самцы этого вида отличаются необычайно ярким нарядом, поэтому пользуются заслуженной популярностью среди любителей экзотических пернатых по всему миру. Но эту популярность золотой фазан приобрел благодаря не только своей красоте. Это одна из самых распространенных в мире птиц, выращиваемых фермерами ради прекрасных вкусовых качеств мяса и яиц, считающихся деликатесом. Но обитателей гостиного двора участь оказаться в супе не ожидает. Их предназначение – доставлять эстетическое наслаждение посетителям. Если эта птица является символом золотого фазана, нашего заведения, и то, что они начали разумножаться в неволе, и то есть потомство произвели, я считаю, что это хорошее знамение. К нам приходят, когда клиенты подходят, и мы им говорим, что подходить надо к нашему золотому фазану, загадывать желание, и оно обязательно исполнится. И даже я уже встречала людей, которые мне рассказывали, что желание, которое казалось им несбыточным, почему-то здесь, после того, как они это желание свое изложили, сбылось. И удивляются, что... Ну, то есть как бы ни одного человека я такого знаю, который мне рассказывает такие истории. Наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Я желаю вам прекрасных урожаев. И до встречи ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин